Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И я веду свой репортаж, не прямой репортаж, а записывая его на то, что называется очки Super Hexavision в Дубае Мол. Да, вот здесь вот вы подо мной видите то, что называется самый большой каток в пустыне. Олимпийский каток. Арена подходит для проведения всех типов соревнований. Да, 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 он находится в Дубае Мол. Так же, как и динозавр, так же, как и аквариум самый большой в мире и так далее. А вот там вот вы видите то, что называется фудкортом. В Дубае Мол, в самом большом Дубае Мол есть самый большой фудкорт. Он на третьем этаже, а я на втором. Но, кстати, про фудкорт я еще... Я видео уже снимал, может, стоит еще раз пройтись. Ага, вот Кевин Клайн, кстати, заходил в Кевин Клайн одежды. Ничего не купил себе из того стильного. Но напомню, что внизу в описании к видео и в всплывающих аннотациях и в конце видео есть соответствующие ссылочки. А мы сейчас находимся на входе в то, что называется Китайский квартал. Девушка красная сразу, видно, приехала и решила позаграть. Ну да. Китайский квартал, Chinatown в Дубае Мол. Вот он такой. Кто сейчас приедет в начале весны, в начале мая, в конце весны 2023 года, я думаю, не увидит его еще во всем полном таком уникальности, поскольку здесь еще магазины не открылись. Работает только несколько магазинов. Один из которых это Ми, вон сяомовский магазин, да. Другой это ресторан Hot Pot, известный какой-то бренд, не знаю какой. Кто не в курсе про Hot Pot, я в нем еще побываю как-нибудь и сниму соответствующее видео. Напомню, что вы приобретаете такой как бы боул, да, то есть как это по-русски. Котелок стоит у вас посредине на столе, куда вы набрасываете всякой еды и вылавливаете по вкусу. То есть такая себе икея внутри. Вон, видите, вот люди едят там. Не та девушка, которая снимает, а вот та, которая едят. Вот такая вот себе икея в гастрономии, да. В центре кипит что-то, и вы туда кидаете, поели, скинули, поели. Ну, я снимал это видео уже про Hot Pot в Дубае, да, у меня как раз там, где я жил, прямо внизу, где моя квартира, были соответствующие Hot Pot. Но здесь как бы выбор, конечно, побольше можете увидеть. Вот оно, да, то есть как бы разные вещи, которые вы смогут работать. То есть тут час ожидания, говорят. Ну, лучше всего записываться пораньше и так далее. То есть, а вот вам сам китайский квартал. Как я уже сказал, магазинчики закрыты, но много чего красивого здесь можно увидеть. Например, вы можете увидеть вот эти замечательные вывески. Знаете, а-ля действительно в Китае, где вывеска на вывеске и вывеской погоняет. Там вдалеке еще можно увидеть дерево, как это, как же оно называется-то? Сакура, да? Дерево Сакуры, видите, опять же, все с ними фоткаются и так далее. Ну, и плюс огромный магазин МИ, где есть все, что вам нужно, и телевизоры, и электродевайсы, и соответствующие телефоны. Вот, например, телефон 13-й серии. У них сейчас 20% скидки, что очень и очень хорошо. Ну, смотрится так себе неплохо. Вот. Видите, да, так оформлено со вкусом и к этим самым, как его там, стилем и с желанием продать. Да, это Xiaomi 13 Pro. То есть, он здесь стоит 4000-20% это получается сколько? Получается 3200, 3200, ну, то есть, а в Словакии он стоит 1500 за профессиональную версию. Ну, и вот вы видите, также тут идут всякие перфомансы, где вы можете написать красиво каллиграфическим почерком свое имя. Ну, никогда, никогда не это самое. Не знал, надо это писать, не надо это писать. Каллиграфист. А, она уже закончила работу, насколько сейчас, с 3 до 3.30, а у нее на одного, на одного этого клиента времени как раз осталось. Потом она начнет работать 4, 4.30 и так далее. Ну, и вот, мол, да, как я уже говорил, вот магазинчик этот, норовый магазинчик, хот-под, народ жрет, а здесь можно увидеть, вот, а, Мусо это и так известный девайс, вот это вот, вы видели девушку, да, девушка, конечно, психанула, ход по, ну, некрасиво обсуждать людей, но она явно психанула, или то был мужик, но выглядела она девушкой. Вот, видите, пока еще все закрыто, я так понимаю, что здесь будут, будут, будут и будут разные магазинчики, зайдем как-нибудь попозже, когда тут все откроется, старбакс, и еще один фудкорт, только полностью посвященный китайским штукам, я тоже, опять же, по очереди буду, знаете, все не охватишь, как говорится, буду по очереди заходить, заходить, и эта самая, девушка, я так понимаю, здесь работает, или чего-то она взяла с собой, ну, сейчас прогуляемся, там какие-то коктейли, или еще чего-то, не знаю, я вот такой, я вот такой, не знаю, что они там, так, очередь, причем очередь постоянно здесь, что они там продают, не ясно, тут товарищ чистит стол, можно полюбоваться, что же, что же они предлагают вообще, почему очередь, а, да, какие-то напитки, коктейли, golden bubble, какой-то воздушные коктейли, ну, фиг его знает, я такое не пьем, особенно, если оно безалкогольное, с алкоголем я бы еще подумал, а без алкоголя я как-то против, ну, и опять же, да, вот видите, open soon, opening soon, opening soon, различные китайские, японские десерты, вон, гонконг десерт, вот вам всякие гейза, или гейоза, как они называются, тоже здесь будет, здесь вот вам еще один нудлы, одни нудлы здесь уже есть, и можно на эти нудлы посмотреть, я уже видео с него публиковал, смотрите, как делается домашняя китайская лапша, он все, он должен взять, все, 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 нет, еще давай, бери, молодец, раскатывай, о, видите, раскатывает, вот так вот, и теперь вот так вот, видите, вот так вот, и вот вам так получается настоящая, очень крутая лапша, как она, вот чувствуется профессионал, и погнал, и погнал, смотрите, без остановки, без остановки, кстати, я этот супчик уже пробовал, и супчик был очень даже ничего, вот он, ланхоу биф дудлс, или что оно там такое, работает неплохо, здесь стандартный, вот, как вы видите, китайский, рис, лапша, мяско, в том или ином виде, не пробовал, не знаю, даже, вот как-то не тянет, но народу много, покупает, очередь стоит, стандартные китайские суши в большом количестве, суши джой, я думаю, что у них все будет хорошо, смотрите, какие порции суши, и это всего лишь за 10 евро, 12 евро, и так далее, ну да, идет хорошо, это что, а, тут тоже, видите, гейозики, гейозики, и прочие вещи, китайцы покупают у китайцев, судя по его акценту, у меня коллеги так же говорили, отлично выглядит, смотрите, даже, пон-фрай, а, праун-шримс, ну, выглядит неплохо, выглядит неплохо, опять же, надо пробовать, порции, большие, и еще одна очередь, но здесь, а, понятно, здесь какая-то, чикен, дак, а, опять же, да, то есть, типа, такая стандартная китайская, такая, стандартная китанская пища, только почему они не с нудлами, а с рисом, хотя, опять же, да, китайцы любят рис, почему бы и нет, ну, и судя по тому, что здесь стоит очередь, у них все хорошо, дальше, вот, можно посмотреть, opening sun, opening sun, вот, я бы такого роменчика еще бы бахнул, но это не роменчик больше, а такой, первым ударом, вот, да, выбор разный, но я думаю, что суши, это не наша еда сейчас, как вы мне поверите, что суши хорошие или не хорошие, вот это я уже попробовал, огромная порция, видите, вон, люди едят, вот таких, из таких вот этих, я наелся, и понял, поел, и понял, что я полностью наелся, без всяких вещей, учитывая очередь, как вы понимаете, все идет, у них хорошо, то есть, они нашли своего покупателя, а я, наверное, возьму себе гейзы, в этот раз, и тому подобное, ну что, идем дальше, прогуляемся, посмотрим, что там еще есть, а, суперкер, суперкер нам не нужен, вот в хот-пот можно было бы зайти, но время ожидания часа, это раз, во-вторых, надо подготовиться, чтобы людей там было поменьше, это два среди, эти баблы, баблы почему-то все, все, все едят, все, жрут, и так далее, суперкер, ну, сделано классно, да, вот смотрите, этот потолок, который выглядит с такими лампочками, а-ля натурель, вполне и вполне себе интересный, кстати, спуск, я так понимаю, в гараж, мы же еще, получается, сейчас на втором этаже мола, и по идее, где-то должен быть выход на улицу, потому что, если вы смотрели мое предыдущее видео, я там, на этом видео ехал по улице, и там тоже был вход в китайский квартал, и было большое количество, количество магазинчиков, вот прямо в моле, да, смотрите, когда же вы это все откроете, когда же вы это opening soon, opening soon, opening soon, я представляю, вон, смотрите, HIPPO BOX гипермаркет, я так понимаю, что это будет какой-то гипермаркет китайских товаров, мы уже это проходили, о, вот это я куда-то зашел, а, это здесь NFT продают, и зачем нам NFT покупать, или что они тут продают, стайлы ба NFT, а ну, развод, развод, и еще раз развод, а говорят инвестиции, вот, я уже в одном из видео, а, было это, в прямой трансляции спрашивал, куда инвестировать, покупайте золото, золото никуда не денется, оно было и было, оно есть и есть, да, оно не позволяет заработать бешеных денег, но зато оно позволяет очень даже неплохо заработать, просто сохранить свои деньги и чуть-чуть, чуть-чуть приумножить процентов на 10, наверное, или там 5 процентов в год, в два, а вот вам супер панда, обратите внимание, какая вот штука, блин, как жарко, а тут потолок стеклянный, прозрачный и, соответственно, сюда светит солнце и даже кондишены не выдерживает, но панда, панда, конечно, сидит огромная, и куда я вышел, в чем он пишет Dubai Mall Fontain View, что это такое, я не должен был выйти туда, если считать, что я должен был спуститься, выйти к боковому уровню Dubai Mall, не, ну тут, судя по всему, будет еще много, много, много чего, как вы видите, открытого, в общем, тоже, да, подтверждает версию о том, что со временем Дубаи так почему-то решили от европейского лоска отойти и устроить здесь себе китайские кварталы, направленность на Китай, направленность на азиатскую публику и так далее, то есть, ну, раз Европа им не интересно, и как я уже говорил, комфорт, а-а-а, это адрес мы на улице, я понял, что происходит, мы на улице, мы прошли по переходу, над которым мы ехали, и здесь мы уже, мы уже на другой стороне, мы уже на другой стороне всего этого дела, огромный будет слушать этот Дубай Mall еще, реально, давайте спустимся, я хочу понять, то есть, знаете, как-то, они попускают одно, которое там, допустим, раздражало европейцев, нетолерантность к алкоголю, там, нетолерантность к сексу и прочему, да, с точки зрения это куда-то вообще вниз, а, ну, получается, и мы спустимся, выйдем, но с другой стороны, почему вы не могли оставить нетолерантность к беспределу и беспорядку в ваших скажем так, пенатах, почему метро становится хуже и хуже, откуда появляются крадишки, кражи и прочее, да, то есть, как бы, почему индусы, раньше, еще раз говорю, были охранники, которые, тут опять же, я так понимаю, что будет все, ну, там еще далеко до всего, то есть, можно смело через полгода сюда показываться, будет открыта, там пустота еще, вот, да, так это, почему вы оставили толерантность, вернее, убрали толерантность, нетолерантность ко всяким преступлениям, почему теперь в метро звучат разговоры о том, что присматривайте за своими вещами, их могут украсть, но это же ненормально, да, то есть, как бы, то есть, Дубай лакшери или не лакшери, безопасный или небезопасный, то есть, я теперь все свои карманы постоянно проверяю, у меня такой привычки не было, но вот теперь она уже появилась, так что, странная, конечно, политика, они считают, что на миллионных или миллиардных объемах китайских туристов и так далее, они бы заработают больше, чем на европейских, но как бы сомневаюсь, да, это новое крыло Дубай Мол, я вот теперь понял, как все выглядит, вот с той стороны тоже присутствует китайский квартал, вон там много всяких магазинчиков, которые должны будут открыться и тому подобное, так, 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 вот этот переход, о котором я говорил и который я проехал, как тут жарко, блин, слушайте, четыре часа, а на улицу просто выходишь, как просто в какой-то капец, и там, где мы шли, эти все супермаркеты, это вот оно над нами сейчас, и вон, видите, там много-много-много всякого, еще не открытого, которое должно открыться, ну и придется идти назад, в принципе, как я уже сказал, кроме еды, которую вы видели в китайском квартале и магазина МИ, где продают, кстати, с хорошими скидками всякого разного, ничего особенного и нет, вот, думаю, что акции они там при открытии будут сохранять и продолжать, ага, это типа такая улица, чтобы пройти дальше вдоль всякого этого дела, думаю, они скидки будут продолжать, хотя бы на какие-то праздники, так что, кому нужен МИ, в любом случае получается, что он здесь дешевле, если со скидкой, без скидки, то на где-то 30-35 процентов, чем в Европе, ну, получается, на налог, а если с, как его по-русски, если в варианте с со скидкой, то на все 45 процентов дешевле, чем в Европе, то есть, что, или, да, 55 получается, что очень и очень даже круто, ну, вот, это еще одно крыло Дубая Мола будет, я так понимаю, кому оно здесь все будет нужно, и так особо Дубай Мол уже, знаете, типа, красиво, да, но особо не пользуются огромной, скажем так, популярностью среди народа с точки зрения покупок, это так, больше для приезжих, но если, опять же, они планируют сюда звать китайцев, что у многих китайцев есть деньги на то, чтобы купить то, что продают в Дубае Молли, а свое они и у себя купят, ну, как-то вот так выходит, лампочки красиво смотрятся, дизайн красивый, а, это женские платья, я понял, эти местные с местным дизайном, что ж, возвращаемся, в принципе, я уже все снял, я имею ввиду с точки зрения китайского квартала, который сейчас пустой, из таких вот вещей, которые, как это, make picture points, да, то есть, делать фотографии, точки, где вы можете сделать какие-то забавные фотографии, получается, вот там вход с той стороны в китайский квартал, а вот, кстати, мне любопытно, вот эта галерея куда идет, что там за окна, китайский квартал, да, то есть, как бы в начале китайского квартала вход, красиво, да, то есть, типа, там можно пофоткаться, возле дерева с сакурой, можно пофоткаться, или сакурового дерева, дерева сакуры, ну, что-то в таком духе, и вот здесь, вот возле панды, так, типа, знаете, я был в китайском квартале, в Дубае, да, это просто, мы на одном уровне, но это мы еще не дошли до самого крыла, вот это крыло, и вот там вот где-то должен торчать Бурж-Калифа, где он, где же ты, наш дорогой и любимый Бурж-Калифа, окошки сделали зачетненько, но, чтобы солнышко не светило сильно, да, но не видно всего Бурж-Калифа, так себе, да, вот видите, еще магазины, которые я говорил, вот они пошли, раз, два, три, четыре, и здесь, видите, отели, то есть я так понял, это они сделали улицу, которая будет шопами, и сразу и отели какие-то, и все остальное, то есть приезжай и трать деньги, можешь вообще на улицу не выходить, и будет тебе счастье, ну, как вариант, да, тем более, если у них там есть хорошие бассейны, то можно на улицу и не выходить, и будет тебе счастье, вот, вот оно, такое вот, теперь мы, вот я так понимаю, вот это вот настоящий китайский квартал, Дубай Мол, входим, Дубай Мол, Чайна Траун, надо себе сделать селфик в таком случае, why not, как говорится, почему бы нам не сделать селфик, где же наш селфик, кстати, я вот сейчас вспомнил, переключаю назад фотоаппарат, по причине того, что, вот так вот, сделаем пару шагов, потому что, я вообще, кто не знает, редкостный социопат, и пока сижу на этом самом, дома, на удаленной работе, и не выхожу в люди, я еще людей могу любить, терпеть, и прочее, как же так, чего ты на меня так светишь, во, я пытаюсь попасть в, 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 в Дубай Мол, я сидел, например, сидят, какие-то, азиатские, родители, и ребенок, и ребенок в очках, в очках, да, он кушал в очках, и так далее, ему, года 3-4, он уже в очках, и они ему дают планшет, ну блин, куда, вот знаете, как хочется сказать, там, вы что творите, как это, вы что, идиоты, дебилы, у вас ребенок носит, носит очки, а вы еще ему подсовываете в таком возрасте планшет, для того, чтобы он, это самое, поигрался, знаете, чисто для того, чтобы он не вас не доставал, так что там с пандой, смотрите, какая панда, и я с пандой сделаю фоточку себе, видно, вот я и панда, и толпы народа, проходим дальше, China Town, панда и я, вот, и еще разок, жаль, что, конечно, кучи возможностей при портретной съемке нет, ну, и плюс, надо, конечно, с этими очками что-то решать, эти очки, неплохо было бы все-таки подключить к телефону, чтобы можно было видеть картинку, вот, когда ты фоткаешь или еще чего-нибудь, такой функции, к сожалению, в очках нет, ну, в принципе, все, мы прошли по China Town, как вы поняли, такого особого, знаете, именно китайского колорита здесь не наблюдается, пойду что-нибудь себе куплю, пожру, я все-таки думаю остановиться на гейза, ну, суши опять же, да, ну, что суши, да, порция большая, будет ли это прикольно, ну, с точки зрения суши, там, пожрать и так далее, не знаю, да, то есть, как бы, менюшку вы видели, может и не снимать эту за еду, а просто спокойненько, не чавкая, покушать и порадовать, да, сами придете, сами попробуйте, я потом как-нибудь в видео отпишусь, что есть что, это вот хот-пот можно снимать, но я уже, честно говоря, с самого утра в этом моле, с 10, с 11, 11.30 в этом моле, еще с ним старался, планирую снять вам фудкорт с интересными вещами, там сейчас будет толпы народа, конечно, вот, и дальше, дальше, соответственно, поеду уже домой отдыхать, это я не купаюсь, поскольку, постольку, поскольку, блин, у меня нога продолжает быть растертой, и каждый раз, когда я заложу в воду, эти заплатки отрываются, и оно опять открывает вот эту голую, знаете, кровавые раны, мозоли, ну, смотрите, фудкорт полный, люди радуются жизни, давайте выбирать, можете ставить ставки, знаете, мысленные, что же я выберу, огромную очередь с вкусной лапшой, ну, так себе, ну, лапша, не, хорошая лапша, давайте говорить честно, смотрите, и все едят ее, все едят ее, все едят ее, все едят ее, вот, далее, второе, какие-то китайские хренюшки, обжаренные, хотя, тоже такое люблю, ну, вот, вот оно, люблю я такое, то есть, вам насыпали, и вы пошли, жраткий, кисло-сладкий соус, и все остальное, суши, причем, огромные порции по небольшой цене, калифорния, сет, и тому подобное, или же, вот эту вот, хренюшку, со всякими, гиозами, ага, крипси биф, есть крипси чикен, смотрите, панфрайт шримс, панфрайт, ага, праун дамплингс, и супы тоже, о, так а чего бы не съесть еще и супчика, и порадовать вас чем-нибудь вкусненьким, так мы и поступим, а здесь у нас, а, здесь у нас стандартные такие китайская утка, все остальное, не хочу, я сегодня не готов к этому, поэтому будем прощаться, а я остановлюсь вот в это, Nine Squares Restaurant, и закажем что-нибудь интересное, а я напомню, что с вами был я, Игорь Шаститко, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите, как реклама работает, да, все пришли, и вот смотрят на этого чувака, который делает, и все заказывают, а да, с вами был я, Игорь Шаститко, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите другие мои путевые заметки, внизу в описании к видео, всплывающих аннотациях, все, что можно сказать про Дубаи, да, то есть, то, все, что я снимал, показывал, так что, увидите, ну, и всем счастливо, удачи, пока, увидимся.